Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Венгрия никогда не была в авангарде авиации, но тем не менее она внесла, пусть и не оставившей серьезного следа, свой вклад в развитие реактивной авиации. Речь пойдет об одном из наименее известных самолетов Второй мировой войны, реактивном истребителе Вейс-Манфред XNE-2 Хамелеон. Начать наш короткий рассказ, наверное, стоит с конца. 1 апреля 1945 года в воздушном бою с американскими Мустанг у города Линц венгры потеряли единственный летный экземпляр своего первого и единственного истребителя с ТРД. Несколько ранее при налете советских истребителей был уничтожен так и не прошедшее испытание разведывательный вариант. Сведения об этой разработке крайне скудны. Известно, что работы по Хамелеонам были начаты в начале 1944 года и для сокращения времени на разработку использовали переделанный фюзеляж трофейного Мустанга П-51Б. Крыло типа обратной чайка взяли из конструкции хорошо известного венграм немецкого штурмовика-бомбардировщика Ю-87Д-3. От него же частично было взято и хвостовое оперение. Самолет был оснащен двумя немецкими ТРД БМВ-003. Как истребитель машина могла нести, кроме достаточно мощного стрелкового вооружения еще и четыре 210-мм Нурс или две 250-килограммовые бомбы. Скорость могла достигать 800 км в час. В разработке активное участие приняли немецкие конструкторы компаний Арада и Хеншель. Первый полет самолет совершил в октябре 1944 года. Всего из Германии было поставлено около 50 реактивных двигателей, что и неудивительно, если учесть, что Венгрия была практически до самого конца самым верным союзником Третьего Рейха. Есть также непроверенная информация о том, что заложили 20 самолетов этого типа с измененным фюзеляжем, поскольку запасы трофейных П-51 были крайне ограничены. До летного состояния практически все могли быть доведены, но в связи с наступлением войск Третьего Украинского фронта все материалы были уничтожены. Слухи о участии эскадрильи «Хамелеон» в отражении атак союзных бомбардировщиков после апреля 1945 года крайне маловероятны. Таким образом, маленькая Венгрия стала третьим государством, которое не только построило, но и испытало в боевых условиях собственный реактивный истребитель. Напомню, что СССР не вошел даже в первую пятерку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова